В данный момент, на данную дату, я уже похудела как на 25 килограммов. Когда я это сегодня посчитала, я, если честно, немножечко приофигела, потому что я не ожидала такого, что я, грубо говоря, скинула с себя целого подростка. Всем привет, меня зовут Настасья, и я вам сегодня расскажу, как я сбросила 25 килограммов. Мне даже самой не верится, что у меня такая большая цифра. Это, конечно, я сбросила не за один раз, не за один присест. Это у меня ушло, наверное, лет 6 на то, чтобы понять, что я толстяк, что у меня есть лишний вес, и сбросить эти волощавые килограммы. Как я уже говорила, я сбросила не за один раз, то есть у меня было уйма попыток, уйма стрессов, уйма срывов. Я как и сбрасывала, так и как опять набирала вес, то есть я 88, потом 80 килограмм, наверное, несколько раз. Но вот самое максимальное было именно вот 88-89 килограмм. Самый минимальный вес у меня сейчас 64, и я в нем, наверное, была только два раза. Первый раз, когда я доскинула до 64, я потом обратно как-то набрала десяточку. Во мне открылась черная дыра, вечерняя жрица. И я тогда то, что сбросила слегка и опять набрала осознанного похудения. У меня, наверное, только вот последние три-два года. Вес я набрала в студенческие годы, когда я поступила на первый курс института. Началась разгульная жизнь, ночные образы жизни, вечеринки, гулянки, пьянки, тусовки. И как-то вот незаметненько-незаметненько набралось. И вот, наверное, в институте я придумала, что как бы, мадама, вы слишком увесь, и пора бы вам скинуть. И тогда начала искать, конечно же, диеты, рационы. Помню, была диета, где надо было на завтрак съедать яйца. На перекусах надо было есть грейпфруты и апельсины, отварная курица, гречка, что-то такое было. Потом я наткнулась на ютюбе на канал YouGifted. Мне очень понравился этот канал и стала интересоваться вообще остальными каналами, фитнес-каналами, спортивными каналами и уже и блогерами, кто занимается именно спортом непосредственно. И вот, на YouGifted я увидела Катю Усману, которая мне очень понравилась, и чья фигура мне до сегодняшнего дня прям очень нравится. И я бы хотела бы, наверное, фигурку у неё, но это, наверное, не сбыточная мечта. Да уйди ты! Чи! Пёс-барбос! Хватит! Что? И что? Кто там? Окей! Кто там? Да я пошутила, там никого нету. Вот, не сбыточная мечта у меня, конечно. Дело, как у Кати Усману. Ну или хотя бы приближённая. Приближённая к ней. Первые свои килограммы, наверное, первые пять килограммов я пыталась сама забросить. Это были диеты, поменять рацион, потом начала ходить в зал, это тоже поспособствовало небольшому прибавлению веса и, в принципе, приводу тонуса. Потом я переехала в другой город и, видимо, переезд, смена города, поиска квартиры, сподвигла на то, что у меня быстро как-то ушло. Вот, десять килограммов я даже сама не заметила, как это произошло. Я одела свои джинсы и поняла, что что-то они мне как-то спаливаются. Тогда я купила весы и поняла, что я их так хорошенько сбавила. И мне это понравилось. И вот именно так, когда я начала уже именно осознанно скидывать вес, я начала ходить в зал. Рассмотрела своё питание. Питалась пять-шесть раз в день, как это было в большинство видосах на спортивных каналах, Я просто вот, торопите своё питание, питайтесь пять-шесть раз через каждые два-три часа, то есть много воды. И это, в принципе, мне помогло. Я скинула где-то десять килограммов, но я уже в районе семьдесят с чем-то. Я и весила. Но мне всегда в моём теле нравились именно ляхи. То есть я когда худею, у меня быстро уходит вверх, лицо, исчезает. 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 Грудь. 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 Да. А вот именно ноги и ляхи, они стоят на месте. И вот тогда у меня произошёл застой в весе, астон он становился, и остановился энтузиазмом. Я продолжала правильно питаться, плюс-минус пиво-чипсики, до этого у меня и прыщавый подросток, но в зала все равно продолжала где-то ходить. Потом я опять переехала в другой город, точнее вернулась назад, обратно к Семенной Родину, и в принципе уже до этого своего веса, 88, я уже ни разу не набирала, я вот стиралась в пределах 75-76, но вот дальше мне было, может быть, 70. Мне уже было не сдвинуться, то есть много произошел застой, и уже никак не скинуло было. Нет, это не удалось, это вредите. Что? Ну вот что? Что тебе надо? Я еще так же продолжала смотреть видосы, все стало это больше популяризироваться, что правильно дают питание, стройные тела, фитнес-модели, фитнес-блогеры. Сейчас стало еще больше и больше информации появляться, и стали появляться покудательные марафоны. И вот в одном из марафонов я хотела бы участвовать, он был короткий, по-моему, 21 день. На этом марафоне надо было постоянно скидывать отчеты каждый день о еде, и можно было заниматься дома. То есть не надо было никуда в зал ходить, в принципе, достаточно было дома заниматься. И надо было фотографировать каждый свой прием пищи, тебе скидывалось либо готовое меню, либо таблица о том, как ты должен питаться. Я выбрала готовое меню, в принципе, по нему и питалась. Честно говоря, там было, по-моему, 5 или 6 приемов пищи. В принципе, мне знакомы, но там был рассчитан именно тот колораж, который для тебя подходит, чтобы, съедая его, ты терял вес. То есть, чтобы ты не голодал. И там сотей у меня выходило, по-моему, бутары тысячи килокалорий мне в день надо было съедать. Я честно говорю, я ни разу не голодала, потому что было столько еды, мне даже было иногда порой порции свои не доесть. И еще у меня было, наверное, стрессом то, что надо было каждый день это все иду скоткать, то до 15 скинуть этот отчет. Потому что там было участие, что ты можешь что-нибудь выиграть. Конечно, захочется что-то выиграть, но не надеешься, но все-таки вдруг ты такой молодец, тебя заметят. У меня было именно вот этим стрессом, что я только там не нашел время, чтобы поесть. Я такой, блин, я забыла сфоткать, надо сфоткать этот матчат. Я такой лежишь вот таким трупаком, блин, надо сделать этот коллаж, сфоткай еще, отослать. И вот у меня, наверное, больше это напрягало и вызывало стресс. Как бы, по идее, я не голодала, ничего, и у меня наоборот очень даже было много. Я тогда похудела до 64-х. Я тогда, ну, просила, наверное, килограмм 4 или 5, у меня как раз вес был 70. И вот потом, после этого, как только марафон закончился, у меня открылся какой-то жор. Мне не хотелось есть, но я не знаю уж почему так случилось. Я, короче, наела себе десятку. То есть, если я скинула пятерку, наела я себе десятку. Это какая-то странная закономерность, но вот мне именно, блин, открылся портал, который просто вот так вот токро закидывала еду. И поняла, что марафоны, конечно, хорошо, там, может быть, для начинающих. Для меня он, как бы, определил то, что мне не нравится есть 5-6 раз в день. Мне нравится есть, наверное, 3-2 раза и не такой большой колораж. Для меня это было как-то очень много. Ну вот, после марафона я опять отожралась, потом опять делась за голову в очередной раз. То есть, похудение это постоянные качели. То есть, нельзя так такой, всё, и я теперь на правильном питании никогда больше ничего есть не буду, среду это не моё, всё равно мы не роботы и всё равно происходит какой-то вот такой дисбаланс. Я потом опять взяла себе за руки, за ноги, за щики, скинула я 5 килограмм до 70, и так вот долго была в этом весе 70. Но он мне не нравился, так как мне не нравилось его отражение. И вот, грубо говоря, в начале октября я железобетонную делась за себя. Уйди! И вот 2020 год, где-то конец сентября и начало октября, я решила опять у себя взяться и вот довести уже своё тело до того содержания, до того вида, какой я себя всегда вижу в голове и представляю, как я хочу выглядеть. И не бояться это показывать людям, потому что, когда ты, типа, отшучиваешься, это не-не-не, я не худею, что? Это, наоборот, мне кажется, тебя тормозит. Когда ты открыто это говоришь, то незаметно для тебя и неожиданно для меня появилась поддержка от людей, о том, что, да, молодец, мы будем следить за тобой, будем поддерживать тебя и, да, я тоже хочу похудеть, я буду равняться на тебя. Вот это было для меня самое, наверное, неожиданное, что когда в Инстаграме я выложила, что вот, ребята, я худею, что вот у меня как бы есть такая проблема, мой личный лишний вес, и когда я там скинула результаты после месячного похудения, мы такие, хотя там не особо заметно, что вот у меня ушло 5 килограммов, у меня чисто слилась вода, когда я такая подсдулась немножко, быстро уходит очень вода, и поэтому за этот месяц то, что вот у меня было 70, сейчас у меня 64, там за месяц я скинула 5-6 килограммов, это больше ушла вода, потому что очень много елось там чипсиков, солёного, колбаски, маринада всяких, и это вот именно было большее скопление жидкости, я вот, грубо говоря, спустила просто жидкости себя, и поэтому так объём немножко у меня подсдулся, то есть по сантиметрам тоже, в принципе, жировая просто, лодочка чуть-чуть ушла, но всё равно это не то, самое тяжёлое у меня это сейчас, то есть с 1 октября по 31 октября, если я поставила цель похудеть, я похудела на 5 килограммов, но это я повторюсь опять, у меня просто слилась вода, сейчас самое сложное, сейчас именно уходит жир, и уходит он медленно, и вот здесь уже начинается стопор и в действиях, и в голове, что да, значит мне это надо, и вот поэтому я и хочу записать видео, что мне это надо, что нельзя останавливаться, нельзя стопориться, потому что похудение это не быстро, нажираешь ты быстро, а худеешь ты не быстро, и надо себя держать в руках, главное, чтобы была поддержка, без поддержки никуда, главное ещё это признаться не только себе, что ты худеешь, что ты хочешь похудеть, что ты приводишь своих дел в порядок, но и окружающим тоже, чтобы они знали, видели, поддерживали тебя, поэтому ты друг, знай, я тебя поддерживаю, ты поддержи меня, и вместе мы станем красивыми, и я сам imports estour, и написано, значит мне их Gospel, да это делаю звук эфира, я enables ж richtig отручки не онCT事情 у нас, 250-49cg陣, жалко мне не осталось тех, толстых джинсов, и Guide to these day, я хочу показать. и где я буду показать будет. как есть у меня была? свои щеки? 25 килограмм Самый плюс того, что так медленно сбрасывается вес в том, что у меня не провисает нигде кожа Вроде кажется 25 килограмм Из-за того, что я их не зараскинула постепенно У меня есть растяжки, но у меня нет вислой или дряблой кожи Это вот так вот есть, но... А на этом все Спасибо за внимание, что посмотрели Пока! До новых встреч! Надеюсь, у нас с вами все получится и за все зайдут данные видосы зайдут